По итогам проведенного анализа тендеров ОНФ выявил 20 сомнительных региональных операторов по обращению с коммунальными отходами. Несмотря на то, что эти организации выиграли конкурсы, в них нет или очень мало сотрудников и небольшие фонды. В перечень попала и компания Гринта, которая отвечает за восточную зону Татарстана, в том числе и набережные Челны. По словам главы исполкома ОНФ Михаила Развожаева, не исключено, что тендеры будут переиграны. Минздрав страны выступил с предложением штрафовать медиков за неправильное оказание помощи. Так, согласно поправкам, такие нарушения обойдутся должностным лицам в сумму до 20 тысяч, юридическим – до 70 тысяч рублей. Предполагается, что изменения в закон могут вступить в силу уже в 2022 году. Досрочная сдача ЕГЭ пройдет в Татарстане с 20 марта по 10 апреля. Об этом на брифинге в Казани рассказал министр образования и науки республики Рафис Бурганов. В указанный период будут работать два экзаменационных пункта – в 62-й школе в Казани и в Челнинской школе номер 6. Как отметил глава ведомства, большинство сдающих ЕГЭ досрочно – это выпускники прошлых лет и выпускники Сузов. В набережных Челнах стартовал проект «Здоровье легким шагом». В его рамках пенсионеров обучат основам скандинавской ходьбы. В семинарах принимают участие 200 пенсионеров. После курса теории они приступят к практике. Занятия пройдут в парке Победы, на Гренаде, в Прибрежном, а также в парке культуры и отдыха на ГЭСе.